По проведению Олимпиад, а нафига нам это надо, если из бюджета у людей из кармана достаются и на организации тратятся бешеные деньги? Нам нужна здоровая нация, у нас есть чемпионы. Какая награда ждет наших республиканских медалистов? Точно идет 4 миллиона рублей за золото. Всколыхнул спортивный и общественный конфликт. Проблему мы сейчас порешаем. Наш уважаемый товарищ Слудский выступил с критикой газона. То, что мы все отменили на футбольном поле, я могу сейчас также заявить. Какие еще международные в ближайшее время вы планируете? Гипотетически, где-то, может, впервые об этом говорю, даю такой эксклюзив тебе в программу. Необходимо. Большая арена. Многофункциональная. Возможно, скоро вообще все в киберспорт уйдет. Очень скептически именно к этому отношусь. Владимир Александрович, здравствуйте. Андрей, привет. Извини, что это так. Не. По спортивному. По спортивному, да, да, да. Разговор на очень актуальную тему, которая была в умах, сердцах, глазах, ушах наших зрителей и всех болельщиков. Это прошедшая Олимпиада. И так как вы являетесь министром спорта Республики Татарстан, соответственно, участие наших спортсменов нас интересует больше всего. Как вы в целом оцениваете итоги прошедших в токе Олимпийских игр для России и в Татарстане в частности? Да, завершилось, вернее, еще не завершилось, завершились летние Олимпийские игры, будут еще пара Олимпийские игры. Вот, долгожданные такие, очень уникальные, сложные, вот, с таким затянувшимся Олимпийским циклом, вместо четырех лет, как мы привыкли, прошло пять. Но все же, надо признать должное и организаторам, нашим японским коллегам и Международному Олимпийскому комитету, что много было тоже кривотолков, сложностей. Но Олимпиада идет, она, значит, основная состоялась, и, в общем, сегодня мы уже подводим некие итоги. Показали, на мой взгляд, очень достойный результат, вот, по ряду видов спорта вообще феноменальный результат был показан. Вот, несмотря на отсутствие гимнов, флагов, там, и прочих аксессуаров, вот, команда была очень крепкая, сплоченная, я, там, знаком не только с ребятами из Татарстана, я, там, и общаюсь, и дружу еще с рядом, там, представителей других регионов, вот, и, конечно, все очень хотели, вот, показать свою такую русскую амбицию, российскую амбицию, вот, в составе сборной страны. Я всегда говорил, еще раз повторюсь, что само попадание в состав сборной России на Олимпийские игры для спортсменов из различных регионов, в частности, Татарстана, это уже большой успех. Кто разбирается в спорте, лучше знают, очень сложно вообще попасть в сборную страны. У нас дикая конкуренция, и само попадание, значит, в сборную страны, чтобы выиграть лицензию, нужно пройти, ну, говоря такими простыми словами, круги ада. Вот, это, конечно, геройство, само попадание. Ну, и если ты в рамках Олимпийских игр становишься на пьедестал, я считаю, что это, ну, не то, что успех, это вообще высший пилотаж. Конечно, непосредственно, я здесь просто как рупор, признаюсь честно, непосредственно для того человека, кто на эту вершину заходит, для тренерского штаба, это, конечно, ну, пока ничего другого. Хотя тоже, я знаю, что, да, что крутого, да, говорить можно и так, никто не придумал. Это уже такая большая традиция, много что меняется. И сами Олимпийские игры меняются, трансформируются, появляются новые виды спорта. Но сама фактура, самый, вот, Олимпийский принцип, вот этот, вот, четырехлетний цикл, ну, достаточно долгий отбор, вот, он позволяет сделать это самым титульным спортивным мероприятием. У нас в составе сборной страны выступало и доехало, так скажем, до Токио 20 спортсменов. В общем-то, такая неплохая цифра, вот, не было, и мы, так скажем, публично, была какая-то аналитика, специалистов не говорили и ничего не прогнозировали, потому что прогнозирование в спорте – дело неблагодарное. Вот, но, конечно же, были надежды, конечно, мы рассчитывали на наших спортсменов, что они вернутся с медалями, вот, несмотря на то, что, вот, как я сказал, само попадание – это уже большой успех. В итоге у нас пять медалей, значит, Марта Мартьянова – золото в фехтовании, для нас это большой успех, для Марты – это первые игры, она депутантка, и, если говорить про нее, то у нее такая, в общем-то, ну, вот, прям спортивная такая судьба, вот, она, как вопрос о том, как она оказалась на Олимпийских играх. Значит, была квота, значит, чтобы попасть в командное соревнование, было всего четыре человека, и у Марты еще одной спортсменки, не хочу просто сейчас называть, были приблизительно одинаковые результаты по итогам сезона. И, значит, тренерский штаб не мог принять, там, субъективного решения, и решили устроить спарринг. Да, и, соответственно, ровно перед началом Олимпийских игр, уже при формировании финальной заявки, был этот спарринг, и Марта выиграла, ну, то фехтование, ровно на один укол. Ну, то есть, представляете, что такое, да, происходит. На какой чаши высот, да, это все было. Ну, и тот, да, финал, который, я думаю, что, вот, кстати, картинки идут, войдет, наверное, в историю Олимпийских игр. Это финал с француженками, и Марта выступает в командных соревнованиях, и на каком-то этапе, значит, получает травму ноги. Ну, чтобы вы знали, в фехтовании, значит, есть финальная заявка, это, тем более, финал. И если кто-то из команды снимается с соревнований по любым причинам, даже форс-мажорным, то это банка. Ноль. Ну, не то, что ноль, это все, это проигрыш. Соответственно, мы бы остались без золота, понятно, что с серебром, но мы бы остались без золота. И надо признать, конечно, ну, я по-другому, когда мы встречали, как героиня не мог ее назвать, она пересилив себя, вот, ну, значит, получила медицинское, значит, вмешательство. Просто медицинскую помощь, потому что это невозможно. То есть просто ей перетянули, так скажем, ногу, и она дошла до конца, значит, вышла на все свои поединки. И не то, что не проиграла, а еще, ну, в тотал, то есть в итоге на три укола опередила тех соперниц, с кем она выступала в спарринге. Ну, и, конечно, браво, просто молодец. Вторых, кого хочу отметить, это, конечно, наши ребята волейболисты. Три представителя у нас были в составе сборной. Хочу отметить Сашу Красных, нашего пловца, вот, у нас хотя и Вероника Андрусенко был, и Тарасевич, причем Андрусенко ехала на Олимпиаду с титулом чемпионки России. Вот, но не такое успешное у ребят получилось вступление, Саша. В команде тоже завоевал серебро, это тоже большой для него успех. Мы про спортсменов более-менее всех знаем. То есть это была уже про них информация, и мы говорили, и обсуждали, и хвалили, и плакали, и радовались за них. Скажите, а по представительству в общей сборной России, представительству Татарстана, насколько оно сильно? Понятно, что с Москвой там, с Питером тяжело тягаться? Мы, насколько я помню, на четвертом месте, по количеству спортсменов, после Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга. То есть мы на, либо, я могу путать, либо что-то с Краснодаром, либо мы четвертые, либо пятые. То есть подтверждается, что Татарстан спортивная столица России? Ну, в целом, Казань, мы говорим, спортивная столица, Татарстан спортивный регион, но это лишь часть этого бренда, так скажем. Понятно, что это хорошее число, объективно это хорошее число, потому что, еще раз повторюсь, очень большая конкуренция, и мы, если брать и считать от населения, то мы точно первые. Адекватно ли вложение средств, которые было сделано за последние лет 15 в спортивную инфраструктуру Татарстана, тем результатом, который мы получаем сегодня? Андрей, такая дискуссия, на самом деле, потому что мы же вкладываем не в конкретных спортсменов, да, и это, ну, можно назвать там KPI, да, но это совсем другая история. То есть, мы же, там, формируем сегодня инфраструктуру для занятий массовым видом спорта, чтобы люди и население, и пусть это не бравада, могли приходить и имели возможность заниматься ежедневно, там, на регулярной основе физкультурой и спортом. Понятно, что мы культивируем там многие виды спорта, поэтому у нас, в общем-то, можно там, всегда хочется большего, да, всегда кажется, ну, что-то маловато там, что-то, может, было и побольше. И мы сами это знаем, мы сами себя за это карим, и я говорю, что да, наверное, можно было и лучше, и там, результаты можно было лучше показать, там, может быть, спортсменов больше вырастет. Ну, это такой штучный товар, ну, это не, это... Ну, есть спорт высоких достижений. Конечно, есть массовый спорт в здоровье населения, это понятно. У нас, да, у нас масса профессиональных клубов, там, футбол, хоккей, волейбол, баскетбол, у нас цикличные виды спорта очень активно развиваются, там, масс-старт, это столько масс-стартов не проводит ни один регион. У нас крупнейший марафон в стране региональный, у нас 16 стартов в год по различным видам спорта, мы собираем, там, по году, там, под 120-130 тысяч человек, которые просто принимают в этом участие, это все наши люди. У нас самое большое количество спортивных сооружений, там, по... у нас 250 бассейнов, у нас 52 ледовых арены, там, я не знаю, 11,5 тысяч просто спортивных объектов. У нас под тысячу универсальных спортивных площадок в Параэти, от Ети, вот, я сейчас был, ну, не знаю, недалеко от... В Соседних областях. В соседних, да, в соседних губерниях. Губерниях. Вот, и у нас, если в каждом населенном пункте есть, как минимум, спортивная площадка, универсальная, шикарная, огороженная, с инвентарем, там, у нас сейчас лыжные базы, у нас модульные появились. Бассейны, хоккейные арены. Бассейны у нас в каждом муниципальном образовании, бассейны, ледовая арена практически в каждом муниципальном образовании, там, универсальные спортивные залы, все что угодно, то есть, ну, люди по соседству, которые там находятся регионы, приезжают к нам в эти образования, что просто там на сборы, на тренировки, потому что у них такого нет. А где чемпионы? Андрей, а зачем? Вот, 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 это, это, это стереотип. Зачем чемпионы? Нам нужна здоровая нация. У нас есть чемпионы. Их может быть чуть больше, их может быть чуть меньше, но они есть. У нас сегодня, там, если мы говорим, там, про хоккей, то сегодня, там, Акбарс, это одна из немногих команд, техими книжникамских, которые могут похвастаться своими воспитанниками. Вот они, вот они там, вот они там чемпионы. Чемпионы люди, которые приходят в спортзал, которые занимаются спортом. Вот они чемпионы. Чемпионы люди, которые с ограниченной возможностью приходят в спортзал, занимаются. У нас тоже для этого созданы все условия, и там много что для этого сделано. Чемпионы те, кто там работает в отрасли, которые там, помимо просто тренировок, воспитывают этих ребят, чтобы была здоровая нация. И чемпионы те люди, кто это делают. Вопрос к содержанию этих объектов. Мы понастроили огромных стадионов, меньше стадионов, больше. Хватает ли на это сейчас средств? Потому что очень большая дискуссия ведется сейчас по проведению Олимпиад. А нафига нам это надо, если из бюджета у людей из кармана достаются и на организацию тратятся бешеные деньги? И это особо никто и... Ну нельзя сказать, что никто не смотрит. Но смотрибельность, внимание к этой Олимпиаде гораздо меньше, чем было 4, 8, 12 и так далее лет назад. И что Олимпиада уже меньше популярна? Ну, я поспорю, Олимпиада до сих пор популярна сегодня. Летние Олимпийские игры в рейтинге, сегодня же рейтинг не только телевизионный, рейтинг в целом, смотрибельности через, в том числе, интернет, занимает первое место. Второй по смотрибельности это чемпионат мира по футболу. Ну и, соответственно, там где-то очень рядом чемпионат мира по водным видам спорта, который мы будем с вами еще раз проводить в Казани в 2025 году. Вот зимние виды, в силу того, что они так распространены вообще на планете, поэтому они все-таки там чуть-чуть пониже. Там есть чемпионат мира по легкой атлетике, очень смотрибельные, кстати, мероприятия. То есть Олимпиада на первом месте в любом случае? Да, дискуссия, да, и прочее, прочее, прочее. Олимпиаде... Коммерциализация... Олимпиаде, 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 Рознь. И то, что вот мы там сегодня тоже, я думаю, что в этом тоже можем говорить, что концептуально мы тоже видим в перспективе, что Казань может провести летние Олимпийские игры. Ну, гипотетически, то есть никто сейчас никаких заявок подать не может, потому что мы в определенном положении находимся, что... До конца 2022 года мы не можем вообще даже подать заявки, и это должно быть... А там уже все распишут без нас. Нет, еще не распишут, должно быть консолидированное решение, это не только желание там субъекта, в нашем случае это регион Татарстан, это должно быть решение руководства страны, это должны быть правительственные гарантии и прочее, прочее, прочее. Поэтому здесь, почему мы говорим, допустим, про Казань, к вопросу о издержках и затратах, и о людях, о налогоплательщиках, которые говорят, зачем нам это надо, как вы сказали, другое немножко слово, я не могу позволить себя так говорить. Это потому, что Казань сегодня объективно, по всем форматам, самый удобный и самый комфортный город для того, чтобы провести подобного рода мероприятия, потому что у нас практически все есть. Какая награда ждет наших республиканских медалистов? Все ждет, значит, у нас есть постановление Кабинета министров, мы зеркально отображаем финансовую поддержку наших победителей и призеров Олимпийских игр и тренеров, у нас еще есть и стипендия, не хочу сейчас... Примерно, порядок хотя бы обозначить. Точно знаю, что за золото точно идет 4 миллиона рублей, за золото, за серебро, по-моему, 2,5 миллиона, но больше у нас пока и нет. И потом еще у нас ежегодная премия, ежемесячная премия, по-моему, 90 тысяч и 70 тысяч, то есть ежемесячно спортсмен и тренер получают подобную. Стипендия он будет получать в течение какого-то... В течение следующего Олимпийского цикла. А тренеры? И тренеры тоже. И тренеры тоже. Это не касается еще федерала какие-то? Само собой, это я говорю только про республиканские участия. Там, по-моему, приблизительно то же самое, потому что мы в свое время просто отзеркалили эти средства. Мы с вами, когда разговаривали, по-моему, 2 года назад, вы поднимали вопрос о зарплатах тренеров, что они, ну, недостойные нашего уровня. Сейчас удалось решить эту проблему? Частично удалось, Андрей, спасибо за вопрос. Он такой актуальный. Значит, 2 года назад, да, мы встречались с вами? Да, 2, по-моему. 2 или 3 года, наверное, да. Да, значит, эта тема, она такая долгоиграющая. Понятно, что время идет, и все мы там растем, развиваемся. Во-первых, у нас порядка 3 тысяч тренеров сегодня в наших 170 спортивных школах. Это неплохое число. Причем из них под 10 или 15 процентов это тренера в высшей категории. То есть это уже, ну, как бы это топ-менеджмент. Ну, там есть первая, вторая категория. То есть это уже тоже не на подходе. Что удалось сделать? Не то, что за последнее время, вот за вот этот временной период вообще спортивного функционирования как Министерство спорта в Республике. Это еще начинал Марат Мансурович Бареев, Арафис Тимирханович, вот я, как уже вот третий министр продолжаю. Мы, тренер, это было непрестижно. Это в основном были, ну, достаточно взрослые люди. Фанатики, скажем так. Да, еще оставшиеся вот с тех еще советских времен. Были маленькие зарплаты, особо не было такого какого-то грандов, стимула, не было такой поддержки. И надо отдать должное руководству Республики, лично президенту Рустаму Галичу Миниханову, опять-таки потому, что это факт, я об этом говорю и в этой передаче, что нас услышали, мы, значит, индексировали зарплаты. И если, ну, я вот где-то в размере там скажу, если там в 16-17 году средняя зарплата, понимаешь, что средняя по больнице, зарплата была там 20 тысяч с копейками, то сегодня средняя зарплата, опять-таки, около 40 тысяч рублей. И, что немаловажно, что мы сильно, значит, ну, или подняли, или опустили, как правильно, то есть помолодел у нас тренерский состав. То есть у нас сильная прошла вот за эти годы селекция. В принципе, сейчас при наличии у нас университета Павловского университета физкультуры, спорта и туризма, у нас хороший трафик тренерских кадров в отрасли. То есть раньше по окончанию там спортивного вуза они уходили там чуть ли не, ну, уж передачи... Фитнес-клубы. Ну, это лучший вариант. Уходили чуть ли не охранниками, знаешь, ну, то есть вот как бы потому, что не было вот этой модели. Сейчас, значит, тренер получает ставку, она неплохая. У каждого тренера есть возможность еще заработать вне бюджета, потому что в рамках, значит, госзадания, которые у нас работают по нашим спортивным объектам, мы 50%, значит, даем субсидию, а 50% объект должен заработать сам. И в этих 50% он может мотивировать тех тренеров, которые работают. Буквально на днях у нас всколыхнул спортивно-общественный конфликт между Акбарс-Ареной и футбольным клубом «Рубин», где наш уважаемый товарищ Слуцкий выступил с критикой «Газона», стадион ответил на его критику, и получается, что вообще как-то ничего не понятно, где играть и как играть. Вы вмешались в эту ситуацию? Да, вмешались в эту ситуацию. Это сложная ситуация, она непростая. Мы в ней разбираемся. Сейчас каких-то заявлений о том, кто прав, кто виноват, точно мы делать не будем. Есть две стороны у медали, и здесь произошло именно так. Я понимаю и клуб, я понимаю и непосредственно арену. Сейчас, чтобы успокоить всех любителей, фанатов, волельщиков, проблему мы сейчас порешаем. То есть в ближайшие недели-две мы газон приведем в надлежащее состояние. И дальше мы соберем какую-то схему по управлению, чтобы не было вот этих кривотолков. Потому что как только мы входим в некое информационное поле, как только делаем мы какое-то заявление, то есть мы должны за него, соответственно, отвечать. А когда есть две стороны, соответственно, эти две стороны тоже должны давать какую-то оценку сложившейся ситуации. Поэтому я скажу, что нет дыма без огня, но мы должны спокойно, без эмоций, в этой истории разобраться и принять такие фундаментальные решения по поводу того, как с этой проблематикой дальше мы двигаемся, как мы работаем. Потому что для клуба и для тренера, и для игроков number one, и это самое важное, это как бы априори. Я сам работал в футбольном клубе. Это, конечно же, то поле, тот газон, на котором ты играешь. Понятно, что поддержка трибун, в принципе, инфраструктура. Но футбол мы играем на газоне, на поле. Вот этот прямоугольник, он самый главный. Поэтому все, так скажем, всю боль, вот так по футболу скажу, Аргентина и Ямайка 5-0. Я понимаю клуба, но при этом здесь есть, опять-таки, формат проведения мероприятий. Просто где эти мероприятия проводить, вот в этом дискуссии. Сегодня было заявлено, что свадьбы там отменяются. Нет, то, что мы все отменили на футбольном поле, я могу сейчас тоже так же заявить. Но сейчас важно восстановить газон, потому что это можно сейчас долго разбираться, кто прав, кто тут топтался по газону. А газон, соответственно, будет не в надлежащем состоянии. Он не в отвратительном состоянии. Бывало и хуже, ну так, в нашей жизни. То есть на ближайшей игре он еще будет так себе, да, с европейцами? Да, ну это, как сказать, Андрей, это технология. То есть там уже ты... Ну это невозможно. Если бы это был искусственный газон, да. Натуральный газон, это очень-очень такая материя трепетная. К ней надо вот прям очень деликатно, вот, подобрался. Подрядчик будет деликатно относиться. Заменем. Я сейчас говорю, что сейчас никаких выводов не надо делать. Все, понял, вы разбираетесь. Да, это знаешь, приговор еще не оглашен. Не оглашен. Когда я беседовал недавно с Маратом Айзатулиным, министром строительства, он сообщил, что в чемпионату по водным видам будут построены два спортивных объекта. Что за объекты, где они появятся, можете сказать? Марат Мансович, нет, мне очень приятно, что он уже сказал, что будут построены. Значит, я в этом практически уверен. Но пока, Андрей, ну так, мы хотим. Мы хотим, да. Мы немножко по-другому сделали концепцию самого проведения чемпионата мира, который пройдет ровно через 10 лет, с 15-го года, с 25-м году. У нас в Казани нет объекта, на котором мы можем провести финальное соревнование по плаванию. Потому что по регламенту ФИНа, это Международная Федерация Плавания, нам необходима вместимость 12 тысяч зрителей и еще необходим разминочный бассейн. Ну, такой инфраструктуры нет. И она, на самом деле, вот так навсегда не нужна, потому что потом ее надо будет содержать о том, о чем мы говорили. Поэтому наше видение и с нами солидарны наши международные партнеры в лице Федерации. И мы сейчас взяли в качестве консультантов ряд крупных, значит, компаний, которые занимаются подобного рода мероприятиями во всем мире, что Казани сегодня, а тем более в перспективе там 10-летней, 20-летней, необходима большая арена, многофункциональная, что самое важное, вот я подчеркну, значит, которая могла бы, помимо крупных спортивных мероприятий, проводить еще различного рода там культурные мероприятия, концерты, не знаю, там, шоу, все что угодно. Ну, то есть, такие объекты сейчас строятся и там эксплуатируются в крупных европейских там, в городах в Америке, в Азии. Типа трансформера. Это трансформер, да. Значит, это арена. Ну, мы говорили там о 15 тысяч, но сегодня мы уже, сделав аналитику, говорим о том, что это может быть арена от 12 до 15 тысяч человек. Это такой тотальной вместимости, которая нам будет необходима в 25-м году для того, чтобы мы поставили внутрь стадиона, соответственно, не стадиона, а это арена и бассейн, и, соответственно, еще один бассейн мы можем поставить. Две ванны нужно, как минимум. Да, ну да, и одну бассейн мы можем поставить вне, значит, объекта, такие, как бы, такая практика тоже существует. Второй объект, о котором тоже Марат Масурыч говорил, он тоже уникальный, он необычный, он непростой, и он, если все произойдет, будет однозначно революционным. Это проект по строительству в Казани международного центра, арены для хайдайвинга. Критики сразу спросят у вас, сколько в Татарстане хайдайвингистов? Все хайдайвингисты переходят из обычного, значит, из обычных прыжков в воду. Прыжки в воду у нас очень динамично развиваются. Сразу появятся, да? У нас уже, да, вот и Маша Полякова, и Никита Шлейхов уже вернулись с Олимпийских игр. У нас есть очень-очень классные юниоры. Мы этим начали заниматься, на самом деле, пять лет назад. За это мы уже имеем двух... Членов сборной России. Членов сборной России, чемпионов Европы. Кубки мира мы выигрывали. Не суть. Я в целом говорю, что это очень перспективное направление. Круто. И это мы как раз уже знаем, где это у нас есть. Значит, мы, причем это специально сделали общественное слушание. Значит, это у нас списывается в спортивный парк. То, что мы презентовали Руслану Галечу Мениханову. У нас есть зарезервировано место рядом с Дворцом водных феноспорта. То есть между Дворцом водных феноспорта и Акбарс-ареной есть место, где можно такую поднять стелу. Причем мы думаем о том, что там можно еще сделать коллаборацию с отелями. Потому что для этого комплекса нам не хватает вообще там... Вот именно там отеля, который мог бы работать на вот эти все спортивные объекты. Там строится огромный жилой комплекс. Мы думаем, что в этом бассейне можно помимо хайдайвинга проводить соревнования по синхронному плаванию. Потому что это 33 на 25 по обычным прыжкам в воду. Можно проводить там водное поло. То есть он будет все равно... То есть обычный бассейн, но куполообразный какой-то, чтобы из-под купола там что-то прыгало. По дизайну мы сейчас тоже отрабатываем. Сейчас тоже у нас есть партнер, который с нами работал еще с 15-го года. Это Пуджоля Киктекчер. Это компания, которая работает с Фина очень долгое время. Они имеют опыт проектирования подобного рода объектов в Эмиратах. В общем, это проекты, которые бы украсили точно и чемпионаты, и вообще были бы такой точкой роста для нашего потрясающего города. Совсем скоро в сентябре пройдут игры в страны СНГ. Какие виды спорта, какие объекты задействованы, сколько спортсменов к нам приедут. И насколько, ну, видимо, глупо сейчас спрашивать про антиковидные меры. Все скажу. На тот момент непонятно, да, как будет? Значит, все приблизительно понятно. Все решения приняты, да. Значит, с 4 по 11 сентября пройдут в Казани первые игры стран СНГ. Мы вообще их должны были провести в прошлом году. И они должны были быть приуроченными к 100-летию образования ТССР. Ну, опять-таки, не решили, так решил за нас вирусы определенные. Мы переносили, причем их с лета, потом переносили на осень, но даже не потому, что мы не могли. Мы как организаторы готовы были принять, у нас для этого все было готово. Но те страны, которые к нам приедут в этом году, просто не могли себе позволить, потому что у них другой был ковид-протокол. Они просто не могли даже многие выехать из страны. У многих был карантин, у части спортсмены не были готовы и прочее, прочее, прочее. Ну, в общем, наложилось ряд обстоятельств. Но мы в этом году все договорились, точно мы их проводим. У нас будет 10 стран, включая Россию. 16 видов спорта, о которых мы тоже договорились, значит, со странами. Вот, значит, мы все будем жить в деревне Универсиады. Это порядка трех тысяч человек всего, но где-то там полторы, там, под две тысячи спортсменов, плюс официальная делегация. А вот, ну, мы задействуем там практически все наши титульные спортивные объекты на территории города. Вот, единственное, у нас пулевая стрельба будет, ну, соответственно, на поселке Мирный. И стендовая стрельба будет на, ну, на комплексе стрельбы, да, на СВИАГе. Вот, мы сделали небольшое смещение по возрастному цензу, потому что Олимпийский год. И многие спортсмены после Олимпиады, ну, сюда не поедут, поэтому все-таки это будет юниорский турнир. Вот, и с перспективой того, что все-таки это вырастет в более, там, серьезное, там, мероприятие. Цикличность этого события два года. Да, соответственно, мы планируем, пока не знаем, вернее, все, что это будет мигрирующая история, что через два года эти игры пройдут не в Казани, а в каком-то из городов, стран СНГ. Да, в этом и логика, в этом и специфика, в этом и, ну, как бы, смысл вот подобного рода мероприятия. Но мы стартуем, и почему было доверено нам, чтобы показать, как бы, уровень и некий, там, шаблон, мануал, как это нужно делать, чтобы потом уже многие смотрели на нас. Ковид, зрители, значит, 50%, да, значит, все тоже на этапах последних согласований. По ковид, значит, протоколу для спортсменов, официальных лиц, это справка о вакцинации, либо ПЦР-тест за 72 часа до въезда на территорию страны. Для зрителей масочный режим. Ну, в общем, мы уже, можно уже об этом не говорить, потому что мы, как президент говорит, что мы, надо адаптироваться. Ну, понятно, что он же никуда не уйдет, он теперь будет всегда с нами, к сожалению. Да, прививка, маска, вперед. Надо адаптироваться. Какие еще международные ближайшее время вы планируете, может быть, не в ближайшее, о чем мечтаете, кроме Олимпиады в Казани? Ну, как, гипотетически, где-то, может, впервые об этом говорю, даю такой эксклюзив тебе в программу. Есть дума о том, чтобы провести чемпионат мира под дзюдо в Казани. Когда? Да. В следующем году? У них там сейчас сложная кампания, у них вот в Будапеште был, он у них там, ну, в общем, на 22-й или на 23-й год у них открытая заявка. Сюда приезжал Мариус Визер, это президент Международной Федерации дзюдо, ему здесь очень понравилось, он не впервые здесь. Была дискуссия, значит, в том числе с Рустамом Нургалеевичем. Сейчас мы пока в процессе, вот, по салимпийскому утрясти все с заявкой, может быть, вот в это направление пойдем. Вот у нас, значит, кубок, суперкубок, а, у нас на следующий год чемпионат мира по волейболу, вообще-то. Да, буквально тут на следующей неделе остается год, год до чемпионата, да. Мы будем проводить его, часть турнира пройдет в Казани, в целом пройдет во всей стране, но тоже для нас большая честь, что у нас выборы. Есть чем по волейболу у нас похвастаться. 23-й год у нас суперкубок УЕФА, на секундочку, это чемпион Лиги Европы с чемпионом, с победителем Лиги чемпионов, приедут в Казань, тоже большой ивент, не только спортивный, но я думаю, что и туристический. Это, который должен был в Турции быть, а проводили в Англии? Нет, нет, это он вообще нигде не должен быть, это мы выиграли заявку, мы подавались именно Казанию, потому что 22-й год это финал Лиги чемпионов будет в Питере, а мы подавались на 23-й год на эту историю. Он пока никуда не переносился, нет, я точно знаю, никуда пока не переносился, нигде он не должен был быть, он пока стоит в коридоре в Казани. Я уже не говорю про чемпионаты Европы. Андрей, мы проводим ежегодно со всеми муниципальными соревнованиями 1200 мероприятий в год. То есть ежедневно мы проводим около трех мероприятий. Вот сейчас мы сидим. Ну или нам новые, вот сейчас вот кто-нибудь будет смотреть и скажем. Ну пусть смотрят, Андрей, движение – жизнь, движение – жизнь. Зачем столько? А потому что, Андрей, да и какие деньги? Это столько вы там, зачем эта вся витрина, показуха эта нужна? Я вот как брюзжу, как вот в соцсетях брюзжят иногда. Ну потому что это стереотипы, мы, надо от них избавляться, надо жить современно, надо каждый день думать о следующем дне, потому что мир не стоит на месте. Сегодня побеждать никто умнее, кто быстрее – это же, ну как бы, эта фраза. А чтобы быстрее, это даже написано в лозунге – быстрее, выше, сильнее. Вот вы говорите, смотрим вперед, смотрим в будущее, нужно стремиться. И ни разу в сегодняшней программе не упомянули момент с киберспортом. Это же суперразвивающееся направление. Возможно, скоро вообще все в киберспорт уйдет. Несмотря на то, что я, ну мне так кажется, что я достаточно современный человек, я вообще, как бы, очень скептически вот именно к этому отношусь. И считаю, что это нельзя запрещать, этим не то что нужно, должна возможность этим заниматься. Но я не могу поставить слово, значит, отождествить киберспорт со спортом, вот в моем понимании, потому что я сам там бывший профессиональный спортсмен, и как бы я сам занимаюсь сейчас спортом, и если бы я занимался киберспортом сейчас, я думаю, что, ну как бы, я бы не мог сказать, что я спортсмен. Что я спортсмен. Это дилемма в моем статусе, наверное, ну, я могу позволить об этом себе сказать, но я пока не могу до конца, и это не только мое мнение. Душа не принимает, да? А он же скоро может вообще олимпийским стать. Я так не могу сказать, я же здесь никак, да. Мы без галстуков беседы. Ну вот о чем я речь. Поэтому эта дилемма, на самом деле, она не только в рамках наших с тобой бесед таких достаточно откровенных, она и в других более серьезных кабинетах тоже ведется, потому что туда отвлекаются огромные силы. Сегодня это большой бизнес, ко всему прочему. Там огромное количество турниров, там такая сильная конкуренция в киберспорте. Там такие деньги, миллионы долларов призовых. Я, знаешь, как, наверное, да, но как бы я этих денег не видел, я их не чувствую, я не знаком с этим бизнесом. Но то, что он развивается, и как бы это определенный кругу людей интересно, это 100%, потому что у меня так получилось. Я был совсем недавно, не хочу просто никому рекламу давать на одном турнире. Причем, ну, как бы меня просто пригласили, опять-таки, потому что я министр. Я даже не предполагал, что настолько сильное вовлечение, о котором ты говоришь. То есть была собрана огромная арена, ну, не знаю, наверное, 10-тысячная, но понятно, что там я был еще до ковида. Она не была фулибук, не была там полностью забита, но там процентов, наверное, 60-70 сидела. Вот, и просто происходило некое действие вот на... Все на экран смотрели, да? На экране, да, и, соответственно, этим действием, естественно, управляет конкретный там спортсмен, если можно его так назвать, там, ну, киберспортсмен, давайте так. Киберспортсмен. Не за киберспортсмен. За какими-то странными существами. Ну, смотря на экран, да, за что-то вот, что происходит на экране. Который в той же дотке ходит, стреляет. Но, 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 я, посидев там какое-то время, поймал себя на мысли, смотря на этот же экран, что я тоже начинаю за кого-то болеть. Так вот, и поэтому спорт. Для кого? Ну, что такое спорт? Ну, ваш же предшественник, Рафис Самерканович, уже чуть не кафедру открывает. У него огромная площадка, и там уже соревнования проходят в Академию у нас. Я сейчас, я поддерживаю тоже, я просто имею в виду, что для меня, вот, ну, как, мы же с тобой без галстов. Лично для вас это не спорт. Я пока не могу природу спорта найти в этом спорте, вот, наверное, так. Мы же пальцевые активы. Да, то есть я не могу природу найти, ну, как бы, хотя там тоже сейчас достаточно много видов спорта, которые не требуют, наверное, ну, там, я не знаю, там, ну, может, карамольно скажу, там, шахматы, там, шашки, это тоже спорт. Ну, стрельба, да, да. Да, стрельба там тоже, это же, ну, как бы, это не такое, там, это же не, да, но это спорт, и мы вроде бы его принимаем где-то там, может быть, традиционно, но здесь это вообще, то есть ты все равно и там, и там болеешь за конкретного спортсмена. То есть, как бы, в шахматах, это Гроссмейстер, там, я не знаю, там, где, ну, где еще такие не сильно, ну, там, даже стрельба, там, ну, все равно физик, не могу стрельбу сравнить. Там, шахматы, шашки, я не знаю, может, еще что-то есть, а тут ты болеешь за, ну, как, за выдуманного персонажа. Отлично, я вас поздравляю тогда с Днем физкультуры. Спасибо, вас также, Андрей. Желаю всего самого хорошего и успехов нам. Спасибо, Алга. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok